Сегодня я хочу сказать именно о встрече апостола Павла с братьями, но это будет слово адресовано всем нам, Деяние апостолов, 28 глава. Если мы откроем Писание, то здесь говорится Деяние апостолов, 28. Мы скажем так, что 13 стих. Оттуда отплыв, приплыли или прибыли в Ригию. И как через день подол южный ветер, они были на корабле, приплыли или прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней. И потом пошли в Рим. И смотрите дальше. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Это три гостиницы, это город такое тоже, место. И Павел увидел их, возблагодарил Бога и ободрился. Мы видим братская любовь. То есть братья услышали, пошли навстречу. Они не просто ждали, они шли навстречу, чтобы этот путь сократить, чтобы скорее увидеться, чтобы служить другу. Какая настоящая истинная братская любовь. Слава Богу! Аминь! И Павел ободрен был этим. Он был долгое время в пламени, путешествии, в кораблекрушении. Он был ободрен любовью Божией. И когда мы пришли в Рим, тогда сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить отдельно с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев. Это были иудеи, это не были еще христиане, но они были братья. И когда они сошлись, говорил им, мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противились, то я принужден был потребовать суда у кесаря. «Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, смотрите, я и призвал вас, пригласил вас, чтобы увидеться и поговорить с вами». Вот эти слова такие простые, реальные слова из реальной жизни. «Я призвал вас, то есть я пригласил вас, чтобы увидеться и поговорить с вами. Ибо за надежду Израилеву я обложен этими узами, то есть обложили его этими цепями. «Я пришел, призвал вас, чтобы увидеться и поговорить». Один из методов божественной веры, передачи веры, служения – увидеться и поговорить. Увидеться и поговорить. Можем ли мы это вслух сказать кто-нибудь со мной? Я буду благодарен, скажем. Увидеться и поговорить. И именно здесь говорится не просто о разговоре, здесь не говорится о том, что мы говорим о каких-то вещах, ну, например, о технике, о компьютерах, об автомобилях, о пастбищах. Мы говорим о чем-то важном. Павел говорит «Увидеться и поговорить». И они назначили ему день. Очень многие пришли к нему. 23 стих, простите. Очень многие пришли к нему в гостиницу. И он с утра до вечера, с утра до вечера, излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства. То есть он свидетельствовал, рассказывал, как это все было в его жизни, как в жизни других людей, как он обратился, как Господь его освободил и спас. И удостоверяя, то есть давая им удостоверение, доказательства об Иисусе из закона Моисеева и пророков. То есть давая подтверждение еще пророчеств, которые были во время Моисея и других пророков. Назначив ему день, особое время, многие пришли к нему. Мы хотим, чтобы мы поступали таким же образом. Бог хочет, чтобы мы приглашали людей и чтобы мы говорили с ними, беседовали с ними. Как вы знаете, меня пригласили, да. Это была честь, быть приглашенным. Мы не всегда идем, если на то только воля Божия. Мы не можем всегда идти куда-то, потому что если мы имеем церковь, имеем служение, мы имеем свою обязанность перед Богом заботиться друг о друге, иметь попечение о церкви, о стадах Божьих. Но Господь также зовет нас, и Он приглашает нас куда-то, и они хотят поговорить. И когда Он говорил, одни убеждались словами Его, а другие не верили. Были две категории людей. Так же будет в твоей жизни, в нашей жизни. Одни будут убеждаться, другие могут не верить. И некоторые несогласны между собой были, они уходили. Одни убеждались, то есть они принимали, другие не верили. И Павел, он тогда понимал, что это исполняется слово, которое сказал Дух Святой, в 26 стихе, он вспоминает слово к Исаии, «Пойди к народу этому и скажи ему, слухом услышите, не уразумеете, а чайми смотреть будете и не увидите». То есть есть такая категория людей, которые не поверят, но есть те, которые убеждались. И вот видя, что, я рассказал свидетельство, что когда мы сели в автомобиль, Господь наполнил нас, буквально наполнил нас Духом Святым, мы молились, мы радовались, это было замечательно. Я не знаю, как мы быстро приехали уже в Таллин, это было очень быстро, как-то было хорошо в беседах, было замечательно. И на самом деле это так, потому что Господь, Он с нами, и Он всюду хочет посетить, и Он хочет тебя и меня употребить таким образом, чтобы мы приглашали людей к себе домой, или пригласили куда-то поговорить в какое-то место, вот как после этой поездки, меня позвали поговорить, сказали, пойдемте вот туда, там чаю попьем, там очень красивое место. Я говорю, хорошо. И когда я приехал в Нарву, тут же пришло сообщение из России, один мужчина, один брат, он очень хочет поговорить, он говорит, я жду тебя, вот мой скайп, я очень жду, поговори. Но это уже было так поздно, я сказал ему, я завтра с тобой поговорю, в смысле сегодня уже в среду, и вот вечером у нас будет беседа, то есть нужно поговорить, потому что у него серьезные вопросы, и такая большая проблема. То есть есть то, что Бог хочет совершить через тебя, совершить через каждого из нас, чтобы ободрить людей, чтобы убедить их. И смотрите слово, с утра до вечера излагал им учение. Я говорю о слове, и хочу подчеркнуть сегодня о служении слова, что служение слова может быть очень обильным. Конечно, мы можем только часть вместить. И кто-то считает, что мы вмещаем только 12% того, что запоминаем. Но тем не менее, поэтому слово должно вселяться в нас обильно. И Колоссянам говорится, в третьей главе, Колоссянам в третьей главе говорится, что слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Наставляйте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, пестопениями духовными. Позвольте это слово заметить. Это очень сильный стих. Колоссянам 3,16. Слово Христово пусть вселяется в нас обильно. Богослужение – это одна из важных частей нашей жизни. Мы хотим принимать слово. Те, кто служат, хотят передать слово. Слово обильно. То есть это абсолютно нормально – ходить в церковь. И абсолютно нормально – ходить несколько раз в неделю. А ученики собирались каждый день по домам даже. Каждый день. То есть это нормально. Поэтому те, кто ходят в среду, вы правильно делаете. Те, кто имеют уважительные причины остаться, кто болеют или кто не могут оставить ребенка, – это есть уважительная причина. Могут смотреть в прямом эфире. Но у тех из нас, у кого есть возможность посещать церковь, не упускайте. То есть это нормально. Это очень правильно. Потому что с утра до вечера он излагал Слово Божие. И Бог говорит, да вселяется Слово в нас обильно, со всякой премудростью. 1 Тимофею 4,16 говорится, «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим как? Постоянно». Постоянно. Ибо так поступая себя спасешь. И слушающих тебя. Это совершенно нормальная жизнь, когда верующие ходят в цель, когда молодежь идет на молодежное собрание, и воскресное собрание, в среду на собрание, библейское изучение какое-то. Это правильно. Потому что научайте и вразумляйте друг друга псалмами и словословиями. В этом мире очень много информации. И Сатана, в свою очередь, хочет нам вселить обильно неправильную информацию. То есть, очень много рекламы. Если мы будем все читать, даже иногда есть полезная реклама, в смысле, где продукты какие-то продаются, например, в каком магазине можно купить дешевле, в супермаркете те или иные продукты. Если бы мы будем всю-всю рекламу читать, вы понимаете, что это уйдет в очень много времени, и мы будем полны информации, которая называется, что есть, что пить, во что одеться. Мы раньше не имели такой рекламы в Советском Союзе по разным причинам, естественно, по экономическому и по развитию общества, вернее, социальной, общественной жизни. И поэтому мне непонятно было, когда я приехал в другую страну, почему христиане просто многие не глядя, вот выбрасывают эту цветную рекламу. Она же цветная реклама, там такие красивые картинки. Я просто смотрел, и это было много лет назад, но они понимали, что это всего лишь реклама, это лишняя информация, которую можно получать и получать. И я видел это много лет назад в Америке, очень много цветных приглашений разных, потому что это мир бизнеса, мир предложений. Если предлагает кто-то свою продукцию, следующие тоже начинают предлагать, иначе они могут не продать свой товар, и это все обычно. Но если мы будем в этом пребывать обильно, то вы знаете, мы не получим духовную пищу. Мы только будем знать, где продается дешевле то или иное, какой-то продукция, или где дешевле молоко, или мясные товары, или фрукты. Это хорошо в определенную меру, то есть увидеть, быстренько пробежаться и знать, что где можно сэкономить средства или что-то купить. Но не все, безусловно. Но Слово Божие, оно претендует на то, чтобы быть в нас. То есть Бог претендует, Он имеет такое участие и право говорить нам, как своим детям. Он говорит, послушайте меня. Помните, в Ветхом Завете, Он говорит, и пророки говорят, так говорит Господь, слушай Израиль. Господь есть Бог, есть единый. То есть Бог призывает нас. И вот Павел, он призвал этих людей, он привлек их внимание. И он сказал этим старейшинам, наиболее знатным, которые имели влияние на других людей, он сказал, что я хочу встретиться с вами и поговорить. Помните Иисуса? Он встретился с самарянкой. Я сегодня читал, как Иисус в 4 главе, Он говорил с ней, но особенно я искал то место, где написано, что ученики пришли и удивились, что Он разговаривал с женщиной. То есть они удивились, что Он уделил внимание, говорит, женщины просто удивились. Но эта женщина вдруг оставила водонос. И вдруг она побежала полна огня, полна веры, чтобы свидетельствовать. Смотрите, Он поговорил с ней. Он поговорил с ней. Мне нравятся вот такие вот беседы, разговоры. И уже много лет назад мы говорили об этом в церкви, еще в начальный период, что есть общение веры, общение Духа. Библия говорит в послании Титу, послании Филимона, что чтобы общение веры твоей стало деятельным для познания всякого у вас добра во Христе. То есть общение веры, оно другое. Это общение, когда мы говорим от Бога, когда мы говорим положительно, когда мы говорим то, что говорит Господь. То есть общение веры, это не есть общение осуждения, это не общение обсуждения каких-то людей. Общение веры, это не есть то, что когда мы говорим о том, что все плохо, то есть мы выражаем отрицательное поражение. Знаете, тогда будет еще хуже, если мы говорим, потому что наши слова, они приносят нам либо жизнь, либо смерть. Но, слава Богу, есть общение веры, именно говорить о нем. И он стал излагать, то есть, как изложение, это вот как рассказывать, да, в школе было изложение. Изложить это все, рассказать о Царстве Божьем с утра до вечера. Мне нравятся эти общения, нам всем нравится, когда мы говорим в дороге. Если вы когда ехали в поезде и с кем-то беседовали, у вас просто, ну, сердце ваше наполнялось. И, наверное, когда ехали в Белоруссию, если вы ехали, например, на поезде или в Украину, то попутчиками вы могли много говорить, и сердце открывается, и потоки льются из вашего сердца. И вы говорите, и рассказываете, и вся жизнь просто, Дух Святой начинает говорить через вас. Потому что это призыв, это слово, слово, которое может коснуться человека и спасти. И мы видели людей, которые принимали Христа, молились с нами, молились в дороге, принимали Иисуса Христа в пути. Это было замечательно, слава Господу. Мой брат Павел, он свидетельствовал одной женщине в дороге. Много лет назад, 20 лишним лет назад, она ехала на поезде, он ехал из Брянска, она ехала с Украины. И это была Галя Кондратьева из Силамя. Она приняла Христа, служит Богу с тех пор, ее дом. Слава Господу Иисусу Христу. Она с Силамя ездила несколько лет к нам на собрание в Нарву, потому что в Силамя не было церкви. И она приезжала на богослужение. Бог касается таким образом. И поэтому Павел здесь, он встретился с братьями, он был ободрен, и потом пришел к иудеям. И он говорит, я хочу с вами встретиться, и я хочу поговорить. Это встреча с Самарянкой, встреча с Закхеем. Иисус сказал ему, Закхеем, мне нужно быть у тебя в доме. Иисус говорил, он говорил слово. Он говорил так, что Закхей был сокрушен. Он сказал, Господи, представьте, какое принятие решения. Вину имения. Теперь я отдам нищим. Что говорил Иисус, мы не знаем. Но очевидно, он говорил свое учение о Царстве Божьем. И он говорил так, что этот человек понял, что то, что он нажил несправедливо, и кого он обидел, он говорит, я отдам в четыре раза больше. Это значит, кого он обманул, у кого он взял лихву, то есть лишние налоги, я отдам в четыре раза больше. И Господь сказал, сегодня пришло спасение дома сему. Иисус, он служил в домах, служил в открытых местах, в храме, можно сказать, в открытых, как площадях, повсюду. Так же делали апостолы. И поэтому это слово коснулось меня сегодня. Я хочу ободрить молодежь, я хочу ободрить нас всех, чтобы мы приглашали и говорили. Пусть наши дома, наши станут возможностью беседовать, именно разговаривать о Боге, о Царстве Божьем. Слово Христово довселяется в вас обильно. И есть еще доказательства, описания о том, как слово говорили обильно. То есть религиозные формы, то есть это религиозность, я имею в виду неправильные формы религии, они выражаются в очень редком, исключительно редком приходе к Богу, обращении к Богу в исключительных случаях, когда похороны близких или крестить младенца, знаете, или вот иногда пойти, может быть, покаяться, или исповедаться в какой-то такой сложной ситуации. Редкие такие, очень редкие такие случаи. И, к сожалению, многие не пребывают в Слове Божьем. Я встречал людей, которые считают себя православными, которые действительно верят в Бога, они верят искренне, но у них много лет нет Библии. Нет Библии. То есть им и не было предложено Слово Божие там, где они есть, не было предложено библейское учение. То есть что-то говорилось на старославянском языке, что-то можно понять и пытаться изучить, пытаться выучить некоторый смысл некоторых слов, чтобы понять, о чем это Слово. Но Слово само, Евангелие, не было подарено, Библия не была вручена, не было разъяснено учение. Вы представляете, насколько душа может быть бедна в вере? То есть человек верит, он хочет верить, а учить его не учили этому. Потому что язык старинный по какой-то причине является священным. Он не является священным. Сам язык не является ни русский, ни украинский язык, ни эстонский. Он не является священным. Тем более древнерусский или древнеславянский. Вы понимаете, да? Но дело в том, что вот мы, люди, мы такие немощные, что мы боимся, мы все превращаем в культ. Мы можем язык свой, свою речь превратить в культ. Свою национальность. Это очень опасно. И мы боимся старославянский. То есть слова вот эти, которые уже действительно непонятны, но есть слова, которые понятны. И мы боимся богослужения провести на русском языке. Вы понимаете, я не критикую, я просто говорю о страхе. О страхе, который связывает людей, потому что им сказали так. И латинский язык, латинский язык, он уже, он не является священным. Его не существует даже в разговорной речи. То есть латынь – это древний язык. Но на латыни была Библия когда-то. И католическая церковь, она использовала латынь. И простой народ не понимал, что хочет от них Господь. Поэтому многие люди оставались в пьянстве. Многие люди жили в греховной жизни, просто жили, находились. Многие были злыми, жестокими, способны были убивать. То есть они не знали слова. И поэтому, когда Мартин Лютер, он стал переводить слово, он занимался переводом, он тайно это делал. То есть его прятали от врагов. Его готовы были убить за русский, за, простите, немецкий язык. Что он на немецкий язык перевел с латыни, чтобы народу было понятно. Вы представляете как? Как сатана не хочет, чтобы люди знали Слово Божие. Поэтому, слава Богу, что у нас есть Библия с вами. Слава Богу, что есть Библия. Есть Слово. И Бог говорит, что Слово должно вселять в нас обильно. Это не то, чтобы Слово было у нас только дома. Это не то, чтобы оно могло лежать. Но чтобы оно могло быть употреблено. Потому что в нем есть сила. Сила спасения. Сила исцеления. И чем больше в нас Слово, тем больше в нас вера. Чем больше мы вникаем в Слово, тем больше мы понимаем это Слово. И Библия говорит, вникай в себя и в учение. И Слово говорит, чтобы мы не только слушали Слово. Иаков говорит, чтобы мы были исполнительными дела. И мы будем тогда блажены в своих действиях. Исполнять Слово, это еще труднее, чем читать. Иногда, может быть, кто-то из нас, или мы пренебрегали, или забывали почитать. Это плохо. Но еще хуже, когда мы забывали исполнять это. Но представьте, Бог хочет, чтобы мы изучали. Мы были буквально учениками. Ведь верующие назывались учениками. Учениками Господа. И потом они стали называться христианами. И вот Господь хочет привить к нам такую, знаете, жажду. К Слову Божьему. Тоску по Богу. Чтобы слышать Его, чувствовать Его. И что Господь говорит. Поэтому есть такие местописания, которые говорят о обильном слове. Это еще 20 глава Деяния апостолов. Я говорю это, чтобы подтвердить, чтобы доказать, чтобы мы могли вооружиться Словом Божьим больше. Деяние 20. Господь говорит о том, что, как здесь Слово передавал Павел. Здесь была история. Вы знаете эту историю. Она была печальна, но у него был хороший конец. Это была история, когда первый день недели. Деяние апостолов 20 глава 7 стих. Первый день недели это воскресенье. То есть есть люди, которые не верят, что нужно в воскресенье собираться, а только в субботу. Но Библия говорит нам здесь, что первый день недели собрались для преломления хлеба. То есть они собрались, чтобы иметь вечерю. Поэтому Библия говорит нам о первом дне. В первый день Господь воскрес. И это праздничный день. Поэтому нет никакого греха в том, что мы собираемся в воскресенье. И если нужно, мы соберемся в субботу. Соберемся в другой день. Потому что, я говорю для нашей веры, если кто-то из вас будет смущен, если кому-то из вас скажут, что только в субботу Богослужа... Нет, нет. Нет, Библия говорит, в первый день недели. На рассвете, когда было еще темно, Мария с женщиной пришла ко гробу. И здесь первый день недели. И вот они имели служение. Павел намеревался отправиться в следующий день. В понедельник у него был план уже идти. Поэтому он беседовал с ними до полуночи. Павел, зная, что он уйдет, что завтра ему уйти, то есть намереваясь, имея намерение завтра уйти, он использовал сегодняшний день максимально. До полуночи. И, казалось бы, атака пришла. В горнице были много светильников. Но во время продолжительной беседы Павлова, один юноша имени Вьевтих, сидевший у окна, погрузился в луг, глубокий сон. И, пошатнувшись, сонный упал с третьего жилья и был поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него, обнял его и сказал, не тревожьтесь, его душа в нем. Зайдя и преломил хлеб, вкусив, беседовал довольно даже до рассвета. И потом вышел. Павел мог сказать, вот, наверное, зря мы так поздно собирались. Может быть, брат, ты очень долго, наверное, проповедовал. И вот мальчик упал и заснул. Нет. Господь исцелил этого ребенка. Раз. Второе. Они еще до утра продолжали. Дадим Богу славу. До утра. Аллилуйя. Дадим хвалу, друзья, Богу. Скажите аминь. Мы не имеем таких продолжительных собраний, когда мы имеем богослужение в церкви. Но в беседах и в общениях мы можем иметь довольно продолжительное время. И это очень полезно. Поэтому хорошо иметь собрание в домах. В домашних группах. Хорошо, когда молодежь соберется иметь молодежные собрания, конференции, семинары. Хорошо, когда молодежь имеет возможность ночлега, иметь лагерь. Иметь время, когда день и ночь, общаться и молиться. Чтобы слово вселялось обильно. Скажем, слово, чтобы вселялось обильно. Чтобы слово вселялось обильно. Слава Господу. Конечно, мы можем принять только часть. Но тогда каждый примет ту часть, которую Бог именно хочет положить ему в сердце. И это очень ценно. И поэтому Павел, зная, он использовал это время. Далее в Деянии апостолов в 20 главе. Здесь говорится, Павел призвал пресвитера в церкви. Пресвитеры – это как старейшина, считается старшей, уважаемой, почитаемой. Пресвитеры в первом столетии. И епископы – это было одно и то же значение. Я читал это в разных источниках. Пресвитеры и епископы. То есть это были старшие служители. И это было одно и то же. Потом стали разделять, стали ставить епископа выше. Потом пресвитеры и так далее. Но это сейчас не имеет значения. Речь идет о руководителях. И Павел собрал их. И когда они пришли, он сказал им, 18 стих, Деяние 20-18. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами. Все время был с вами. Работая Господу с всяким смириномудрием. Это смириномудрие, это не гордость. Это с полным смириномудрием. И многими слезами. Это сокрушенное сердце Павла. Когда мы имели братское собрание, служение там в Финляндии, я видел, как у одного брата слезы. Он один из пресвитеров там, один из служителей. Он плакал. И потом опять, и опять. Я видел, как Господь сокрушал его сердце. И мы имели хорошее время. И вот Павел, это был сокрушенный человек. Он говорил со слезами. И он сказал, что все время был с вами, работая Господу со всяким смириномудрием, со многими слезами, среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем бы не проповедал, чему бы не учил вас всенародно и по домам. Возвещая иудеям и еленам первое покаяние пред Богом и веру в Господа Иисуса Христа. Это начало Божьего пути, начало духовного пути. Рождение свыше. Это через покаяние веру, через действие Духа Святого. Человек, это новый путь, о чем мы слышали. Путь новый и живой. Начало пути покаяния. Без покаяния нет нового рождения. Без осознания греховности, без оставления греха нет нового. И поэтому он говорит, я возвещал покаяние и веру в Господа Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И вот он говорит, 31 стих, «Поэтому бодрствуйте, помня, что я три года день и ночь. День и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и Слово благодать Его, могущему наседовать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды, ни от кого я не пожелал». То есть он ни у кого не просил, чтобы ему дали золото, серебро или одежду. «Сами знаете, что нужным послужили руки мои». То есть это был человек-пример во всем. И он говорит, «Я три года учился слезами каждого из вас». Поэтому мы говорим о том, что Слово, оно вселяется обильно. То есть Бог хочет говорить нам порой и ночью, и днем, говорить наше сердце. Я не говорю о том, что мы должны только слушать Слово в смысле не работать нигде, ничего не делать. Нет, конечно. Нет. Размышлять над Словом, принимать опять, петь, молиться, трудиться. Все это должно быть на своем месте. Но речь о том, чтобы мы принимали Слово Божие. Господь говорил, что елены ищут мудрости. Вообще елены искали то, чтобы там узнать что-то, услышать что-то новое. У них были разные божества, поэтому они подумали, ага, Павел проповедует о каком-то новом божестве. Давайте послушаем. То есть у них было столько так называемых богов, безумие, полное безумие. И Павел стал говорить, что мы не должны думать, что божество подобно человеку или четвероногим, присмыкающимся. Бог, Он не в рукотворенных храмах живет, Он не требует служения рук человеческих. В смысле, чтобы Ему сделали истукана, Он сам дает всему жизнь, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь рот человеческий, дал им пределы их обитанию. Не ощутят ли Бога? Не найдут ли? Хотя Он недалеко от каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok